Государство с Дмитрием Бергером. Вот сегодня такая тему в дискуссионном клубе Полтавы раскроет Дмитрий Бергер, известный публицист, автор интернет-издания «Хвеля», уроженец Украины. Родился и проживал в Новой Каховке, но уже 30 лет, как проживает в Оттаве, Канада. Ну и буду слушать я и по мере возможности задавать вопросы Александр Золотухин, организатор дискуссионного клуба Полтава. Перейдем к нашей теме. Уважаемый Дмитрий, что вы можете рассказать о государстве? Сейчас узнаю, что я могу рассказать о государстве. Значит, этот вопрос возник после нашего прошлого разговора на прошлой неделе, когда я говорил о блеске и нищете национального государства. И тогда возник сразу же вопрос, есть ли национальное государство. Это плохо, с моей точки зрения, что такое хорошо, что такое хорошее государство. Для этого нужно, прежде всего, что мы часто воспринимаем слова как есть. То есть для нас, например, слово «государство» – это что-то само собой разумеющееся и не требующееся объяснение. Это аксиома. Хотя если спросить человека, что такое государство в понимании каждого, то, как правило, оказывается, что люди толком даже не знают, как это спормируют. Вот они знают, что такое государство. Есть проявления, правительство, милиция, полиция, армия, дороги. И для них это само собой разумеющееся, очевидное. А вот когда конкретно что-то, человек теряется. И когда я, особенно это проявляется своими украинскими друзьями, которые более националисты, и когда их спрашивают, что ты имеешь в виду под украинской державой, человек не в состоянии ответить. Он начинает говорить, ну, украинская держава. То есть его больше не держуешь, там был определенный язык, определенная символика. А когда ты его спрашиваешь, ну, это будет монархия, это будет демократия, какая будет экономика, свободный рынок, плановая экономика, смешанная экономика, будет это республика и так далее. Человек, как правило, отвечает, да мне все равно. Не важно, чтобы была украинская держава. Хотя с точки зрения политики, экономики и даже лингвистики, это такое необъяснимое словосочетание. Дело в том, что государство или держава, сам термин, он общий. Он общеразмытый. И поэтому, чтобы наполнить его конкретикой, стоит найти самые такие общие знаменатели, элементы, без которых что-то не может существовать. И когда мы говорим о государстве, мы неизбежно будем упираться в три составляющих. Любого государства. Государство как само по себе. Это, прежде всего, люди, потому что без людей как-то скучно. Потом территория. И я употребляю термин территория сознательно, как противоположность земле. Для меня территория – это земля, которая имеет определенные границы. То есть границы могут со временем меняться. Например, Бургундское королевство, а потом Герцерство, ползло в течение тысячелетия от севера Италии аж до Нидерландов. Но оставалось Бургундским герцерством. Так что государства тоже могут ползать во пространство. Но они всегда имеют более-менее определенную территорию. Поэтому я настаиваю на потребление термина «территория». И когда возникает необходимость организации людей в какой-то конкретной территории, появляется необходимость в каком-то правительстве, в администрации. Потому что человек, как правило, в территории не может быть везде одновременно. Для этого требуются специальные люди, которые будут заниматься организацией людей в территории. И мы называем это дело правительством. Вот это три составляющие. Если вы посмотрите на любое государство, даже кочевое государство, кочевники тоже имеют свою территорию. Она может меняться каждый год, но в этих тюркских государствах, в монгольских государствах, каждому роду, каждому племени отводилась своя территория. То есть они всегда имели закрепленную за ними территорию. Государство вообще появилось. Государство, если мы посмотрим на государство, в Советском Союзе было выражение «семья – ячейка общества». И они были правы, потому что до 19-го, а точнее, скорее всего, до 20-го века, в большинстве случаев даже середины 20-го века, основа общества была не человек, а была семья. Семья в понимании не мама, папа, я, а такая расширенная семья. Мы бы сейчас назвали род или клад. В древнее время это называлась фамилия. В нее уходили взрослые, родственники, дядя, братья и даже рабы. Это все считалось семью. И семья перерастала в род, клан. Я вот смеха ради сделаю, смотрю за своим анализом ДНК, и у меня, оказывается, только со стороны отца какая-то сотни или даже тысячи родственников, которые прослеживаются прародителям. То есть родители, дед-бабка, прадед-бабка и прапрародители. То есть пять поколений дает какое-то дикое количество родственников. Учитывая, что люди жили на одном месте и планилисты размножались там же, то есть все эти села, деревни оказывались, в принципе, забитые довольно близкими родственниками. Как в Исландии, например, 300 тысяч народов и все как-то между собой родственники. Но пока люди жили как охотники-собиратели, и территория им была не нужна, они двигались за ресурсами. По мере того, как те мамонты или олени двигались, за ними люди двигались, и все это было хорошо, пока люди не перешли на производящее хозяйство, на производство сельскохозяйственной продукции. Для этого требуется земля, для этого требуется вода, река. Поэтому это возникает в Дуречии. И тигры Ефрата возникают первой цивилизацией, первое государство. За ними Египет опять вдоль Нила. А ты же не можешь кочевать от реки, привязана к реке, значит у тебя возникает конкретная территория, в которой ты должен как-то ей распоряжаться, организовывать ее, и людей вокруг нее, и, как правило, это сопряженность с эрегационными работами. Так возникает государство. В основном государство опять-таки семья. Государство управляется как семья, поэтому у нас постоянно царские роды, и так до XIX века. У нас семья, государство управляется как своя собственность, как семейное владение. Отсюда славянские термины государство, происходящее от господарства, или держава, то есть владение. И тут возникает вопрос, как это все организовать так, чтобы оно соответствовало настоящему моменту. Потому что пока это все было сельскохозяйственное производство, вдоль рек, особых выламываний не требовалось. То есть какой-нибудь фараон или там шах-ин-шах сидит наверху, общается с богами, организует эрегационные работы по мере надобности, организует защиту этой территории от соседей. И в принципе все. А семья варится сама по себе в своем соку. То есть о ней никто не заботится. Никаких индивидуальных прав и свобод в принципе не существует и быть не может. Все время часть этой семьи. И все эти попытки организации общества на тот момент всегда сводились к чему-то тому, что, наверное, лучше всего проявлено в конфуцианстве. Четкая иерархия. Отказ от равенства в пользу порядка. Почитание родителей, почитание семьи. То есть хорошая семья считается основой хорошего государства. И хороший государь должен заботиться о процветании семей. Это все взаимосвязано. Значит, никакой демократии тут быть не может, никакой свободы тут быть не может, потому что они не нужны. Человек в одиночку не мог выжить никак. Поэтому, когда мы смотрим на те старинные государства, как на идеал, или как в казацкое время, это все не современное, оно не работает. Это все сословное, это все основано на семье, на народе, на расширенной семье. И к современному, современным способам производства и управления, и распределения благ, оно не подходит. Потому что семья являлась и пенсией, и детским садом, и всем на свете. Государство участвовало минимально. Государство в функции, опять-таки, неправильно, неправильно, правительство. Я опять уползаю в русский язык, где государство и правительство взаимозаменяют. Государство – это сочетание трех элементов. Людей, территории, правительство. Люди могут жить без государства. Немного вернусь назад. Люди жили без государства, 99% своей истории, если принять 400 тысяч лет, как возраст человечества. Территория. Территория возникает в понятии, закрепленной какой-то, в каких-то границах земли за определенными людьми, возникает только с появлением производственного хозяйства. И правительство возникает тогда, когда эту территорию, этих людей нужно как-то организовывать в каком-то порядке и защищать. Теперь мы доползаем до 20-го века, где происходит урбанизация, где сельское население стабильно уменьшается, а городское население стабильно растет, что приводит к разрушению института расширенной семьи. Семья сужается до непосредственно родителей и детей. Иногда маячит бабушка с дедушкой. Но в большинстве развитых стран, и это уже не факт. И на первое место выдвигается индивидуальная свобода человека. И именно разрушение института расширенной семьи как экономической единицы, которая работает в сельском хозяйстве, в деревнике. Чем больше детей, тем лучше, чем больше родственные связи, тем лучше, потому что у тебя есть социальная поддержка, экономическая поддержка. Семья тебе поможет построить новый дом вместо сгоревшего и так далее. То есть в одиночку до 20-го века выживать было практически невозможно. Только монахи уходили куда-нибудь в лес и жили в одиночку. Это считалось великим подвигом. Сейчас каждый второй человек сидит у себя в квартире и никуда не выходит. Живет в одиночку, и ему очень хорошо от этого. Это не страдание, это благодать. Теперь, как же нам строить современное государство? По идее, если мы посмотрим, значит, людям. Основа любого государства – это люди. Вопрос такой, как к этим людям относиться. Является ли членом какой-то определенной группы, будь это семья, будь это этнос, будь это языковая группа, будь это классовая группа по отношению к экономике. Или каждый человек индивидуален. К каждому человеку относится как отдельная индивидуальная личность. И это создает определенные проблемы в том или ином плане. Мы видим, что... Хотя, с одной стороны, даже в таких передовых политических странах, как США, вроде бы, конституция изначально закрепляла права именно индивидуально, индивидуала, а не группы. Тем не менее, как-то оказывалось, что вот индивидуал – индивидуал, но кого считать индивидуалом? Как правило, белого мужчины – собственность. То есть, на самом деле, это была демократия не универсальная, а классово-этническая. И, например, хотя рабы на юге не имели право голосовать, конечно, но их численность тоже была представлена в Конгрессе, чтобы позволить Южным Штатам выбирать больше конгрессменов. Но чернокожие рабы считались для подсчета голосов три пятых от представительства белых граждан юга. Но, тем не менее, была заложена идея того, что, в принципе, свобода демократического общества должна исходить из индивидуальных прав человека. Не классовых, как в социалистической идеологии, или этническая, религиозная, как в национальной идеологии. И дело в том, что подход, групповой подход имеет свои преимущества, потому что гораздо легче иметь дело с большими обществами людьми, будь это классовая общность, будь это этническая общность. Но проблема в том, что она не учитывает индивидуальности, индивидуальности и индивидуальных нужд. Как еще в Ванецке в свое время заметил, что он был великий советский народ, который как один, дружно что-то там побеждал, воздвигал, сооружал, перевыполнял. И было население. А население всегда индивидуальное. У нас что-то ной, что-то ему не хватает. И всегда есть соблазн построить общество, построить государство на основе не индивидуальных прав, а на групповых обязанностях. Проблема состоит в том, что когда у тебя несколько одновременных групп появляется, как мы говорили, в национальном государстве, у тебя сразу закладывается конфликт. Потому что два человека как-нибудь могут договориться. Группы нет. Группы всегда противоставляются друг другу. Отсюда возникает классовая идея классовой борьбы. Отсюда возникает идея в национализме или в нацизме, или в фашизме борьбы, расовой борьбы. Особенно в нацизме. Расовые борьбы. Расы понимаются не антропологически, не даже по цвету кожи, а вот каждый народ – это как бы раса. И они между собой в конфликте. Почему не в конфликте? Потому что в групповом подходе всегда приходится выбирать какую-то группу, которая всегда получает больше преференций, чем другая группа. Что приводит всегда, неизбежно приводит к какому-то конфликту. Другое дело, что может быть конфликт, как в США, до сих пор расовые конфликты продолжаются. Это еще со времен 18 века. Но он продолжается не в форме какой-то полной войны или тотального уничтожения. Но он раскалывает общество и приводит, как мы видим, к печальным последствиям. Как с одной стороны, так и с другой стороны. Или как дело дошло до нацистской Германии, которые просто стали доводить все до логического конца и просто уничтожать группы людей, которые они считали неправильными, неподходящими. Или нужно будет, или возможно строить общество на основе идеи, что все люди равны перед законом. Не физически равны, не умственно равны, не экономически равны, а равны перед законом. По идее. Что все подчиняются единым правилам, что эти правила распространяются на всех одинаково. И все граждане, полноценные граждане, имеют одинаковые права. Не обязанности, права. Все имеют одинаковые права. Хотя даже в этом подходе мы знаем, что дети имеют меньше прав, слабоумные имеют меньше прав, бедные имеют меньше фактических прав, чем богатые. Хотя это в законе не отражено. Но тем не менее, основа такая. И это общество, основанное на таком подходе, имеет большую гибкость, большую способность реакции на вызовы дня. И в таком обществе больше затребована справедливость, в таком обществе меньше терпится коррупция. И в таком обществе приходится считаться с волей каждого избирателя. В групповой идентификации, опять-таки, можно взять Ливан. Вот построили общество в Ливане. В Ливане несколько общин. Христианская, шиитская, суннитская, там есть друзей. И все они представлены в парламенте, в правительстве, как отдельная группа. А раз они представлены как отдельные группы, то их политические и экономические решения будут основываться не на общей пользе, не на республике, дословно общая выгода, не исходя из интересов и прав каждого индивидуала, а на групповых началах. То есть христиане будут пропихивать свою повестку, сунниты будут пропихивать свою повестку, шииты будут пропихивать свою повестку. Потому что они представляют не людей, не избирателей, а группы. И что ведет нас к системе представительства? И почему я, например, бы предпочел видеть везде, а тем более в Украине, что-нибудь больше ближе к вестминстерской системе, как в Британии или в Канаде, чем пропорциональное представительство, как в Украине или в Израиле? Потому что пропорциональное представительство согласно политическим партиям опять-таки создает ситуацию, где политические партии, особенно когда в Украине, политические партии разделяются не столько по каким-то принципиальным, философско-идеологическим, экономическим вопросам, свободный рынок или плановая экономика. Этого нет. Они больше разделяются по каким-то более личным, зависящим от руководителя партии, линиям. И подобная система выборов при отсутствии двухпалатной системы создает практически диктатуру одной или другой партии. И мы видим, как шатается система сегодня избирает Дющенко, завтра Януковича, потом опять кого-то. Это все идет вверх-вниз, 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 что очень сильно колбасит общество и создает меньше предпосылок для здоровой экономики, потому что вкладывать деньги туда, где все постоянно меняет курс на 180 градусов, это, конечно, и не каждый станет. В то время как, например, в канадской системе они выбирают не от каждого избирательного участка одного представителя, то есть это приводит к тому, что кандидатам приходится учитывать не столько настроение лидера партии, сколько настроение их непосредственных избирателей. и для этого им нужно придерживаться более центральной позиции по всем вопросам, чтобы привлечь к себе хотя бы 40% избирателей. В нашей системе обычно побеждает кандидат к 40% избирателей на участке, потому что там 3-4-5 кандидатов, они разберут все эти самые голоса и 40% скорее всего позволит человеку набрать большинству. Таким образом отсеются маргинальные партии и делает систему намного более стабильной. Это к вопросу законодательной части правительства. Вот. И поэтому государство я хочу очень быстро закончить. Еще раз говорю, государство это организация людей на территории с определенным правительством. Правительство может представлять либо индивидуальных граждан, либо группы граждан. Группы граждан могут быть организованы по политическим линиям, мотивам, этническим мотивам, религиозным мотивам. Но каждый раз, когда мы видим исторически сейчас во всех странах, как только люди организуют свою политику по каким-то когда группы людей организуются не по идеологическим или философским предпочтениям, а по этническим или религиозным воззрениям, это всегда приводит к конфликту. И то, что мы видим, например, в США сейчас, то, что последователь Трампа это не идеологическая последовательность, это не политические, это не философские, это люди, которые себя идентифицируют с Трампом. То есть это не что-то глубокое, это личное ощущение принадлежности, ну, скажем, как к культу. Культ не всегда это плохое слово, это просто частное проявление личной преданности чему-то или кому-то. И мы видим, как это раскалывает США, хотя по идее в США все построено на индивидуальных свободах, и индивидуальных правах. И тем не менее мы видим, что люди, объединившись в какую-то определенную группу, пытаются изменить характер государства. И достаточно много сторонников Трампа, когда их шутливо даже спрашивают, так что вы хотите, чтобы Трамп был практически как монарх? Достаточно много людей говорят, да, я не против, потому что он отвечает моим личным представлением, как это все должно работать. И хотя, по идее, идеально государство должно представлять интересы людей, члены правительства, члены парламента, по идее, должны представлять интересы людей, которые избрали, и вести политику, экономическую и международную политику в интересах, в долгосрочных интересах всего общества, всех людей включительно. К сожалению, в настоящее время, мы опять видим это на примере Америки, как сказал один обозреватель, который мне нравится, современные политики, он сказал, в основном имеют правых, ну и левых тоже самое, достаточно, они хотят не управлять, они хотят править. они хотят править, потому что когда возникает разделение на группы и теряется, и в этих группах теряется личность и интересы и права личности, стремление представителей этих групп будет всегда править. Одна группа будет всегда искать возможность поставить себя выше другой группы. И это мы видим везде. поэтому альтернатива национальному или любому государственному устройству, основанное на групповых предпочтениях, должна быть система, которая исходит из прав, индивидуальных прав человека и обязанности правительства защищать эти права и способствовать развитию этих прав на индивидуальном уровне. Это не значит, что людям нельзя объединяться по этническому или религиозному или классовому принципу, но отношение к человеку должно оставаться индивидуальным. Мы не можем, мы не должны, мы можем, мы сделали это много раз в истории. то есть мы не должны судить человека как представителя какой-то группы, то есть когда человек какой-то религиозной или хранической группы совершает преступление, мы его судим не за принадлежность к этой группе, или мы не судим всю группу за принадлежность к этому человеку, мы судим человека по его личным делам. И по идее государство в идеале должно быть основано на индивидуальных правах, экономика должна быть основана на свободной, на частной собственности, поскольку это отражает индивидуальные права, и свободные рынки, которые опять-таки отражают концепцию индивидуальных прав. Поскольку как только вы начинаете собственность делать не частной, как только вы начинаете контролировать свободный рынок, вы тем самым превзносите какой-то элемент групповых отношений. Кто-то контролирует, кто-то объясняет, кто-то планирует в интересах кого-то. Поэтому идеально иметь государство индивидуальное государство с частной собственностью и свободный рынок. И роль правительства в этом государстве состоит в том, чтобы защищать индивидуальные права, защищать частную собственность и защищать свободный рынок. Что в принципе значит немного контролировать этот свободный рынок, например, потому что тенденция любого неограниченного свободного рынка заканчивается тем, что появляются монополии. Что мы имеем сейчас, например, одно из проблем кризиса современного государства состоит в том, что мы оказались очень близко к ситуации начала 20 века, которое вошло в историю как прекрасная эпоха, бель эпоха. когда все эти самые в Америке называли Роберт Бернс, бароны-грабители, когда собственность железной дороги на финансы очень монополизировалась и что привело к серьезным экономическим и социальным последствиям, так что пришлось это все дело, демонополизировать уже где-то во время Первой мировой и после Первой мировой войны. Мы и сейчас это имеем. Нам кажется, что у нас вроде бы государства какие-то свободны, на самом деле те же Канады и США мы видим монополистический капитал. Мы все используем Фейсбук, мы все используем Гугл. Это монополия. Мы знаем Илон Маск контролирует, один человек имеет возможность решить судьбу войны России и Украины. Если это не монополия, то я не знаю, что еще может быть монополия. То есть наше современное государственное устройство сейчас далеко от идеала, оно не отражает индивидуальность как основу его, потому что где-то в конце 70-х, начале 80-х годах стало преобладать неолиберальное, неоконсервативное, они иногда взаимозаменяемые. Идея о том, что прибыль государства как таковое, то есть люди, территории и правительства должны ориентировать себя не на производство сервисов и товаров и ресурсов для людей. Люди не производят товары, ресурсы и сервисы для других людей, компаний производят прибыль. Стала идея, что все люди и территории и правительства должны служить цели не индивидуала, а больших корпораций, потому что идея такая, что корпорация производит прибыль, прибыль каким-то образом распределяется среди всех, и чем богаче корпорации, тем будут лучше жить люди. В результате этого мы получили глобализацию, что, конечно, помогло странам третьего мира вылезти из бедности, но, с другой стороны, это привело к тому, что корпорации стали международными, они перестали быть системой, где правительство организует людей на территории, они вышли за эти рамки, и в результате они стали меньше контролируемые, и до недавнего времени, спасибо Китаю, Россию, все это дело шло туда, где мы стали говорить, что государство больше не будет существовать, будет существовать глобальная система корпораций, которая так или иначе будет контролировать нашу жизнь, экономику и так далее, что они, по сути дела, и делают сейчас. Я смотрю в Фейсбуке, я вижу, насколько они меня хорошо знают. То есть одна компания, мета компания, способна контролировать мою жизнь, жизнь в их людей. То есть мы сейчас живем в системе, которая поставлена с ног на голову, где у нас практически и такие, например, левые экономисты, как Янис Ванафанакис, а их его фамилия, если мы его путаем, греческий известный экономист, был греческим министром экономики, и он говорит, что в принципе мы сейчас находимся буквально в средневековой системе вассалитета, где наверху сидят эти самые большие феодалы типа Зукерберга или Маска, а все остальное сползает вниз, и мы все так или иначе оказываемся в системе, где мы им служим, так или иначе, что опять-таки создало и создает социальные проблемы, экономические проблемы, но, как я сказал, благодаря усилиям России и Китая глобальная система оказалась подорвана, не совсем, не до конца, но поменялись акценты, потому что выяснилось, что строить общество и вместе с ним государство на основе прибыли больших международных и интернациональных межнациональных корпораций приводит к тому, что национальная безопасность ослабляется, и мы видим, что когда глобализация вывела производство элементов электроники в Китай и в Тайвань, а также электроника привела к зависимости от разработок редких земельных металлов, которые в основном в Китае, они есть везде, они есть и в США, но в США это очень грязное производство, поэтому никакой штат не хочет у себя развивать это грязное производство, потому что а в Китае может, им не жалко в Китае. Это привело к тому, что сейчас мы говорим о крахе глобализации, потому что это привело к серьезным проблемам с безопасностью нации, и сейчас США пытаются вернуться к государству, назовем это ненациональным, США не опирается на этнический элемент группы, оно исходит от того, что к старому интерпретации американской идеологии американской конституции это страна индивидуально, и обязанность правительства заводится о безопасности и экономическом процветании каждого индивидуала, а не определенной социально-экономической или этнической религиозной группы. Поэтому сейчас производство уходит из Китая и возвращается более-менее в рамки системы люди, территория правительства, то есть международные корпорации, им дают немного по рукам, они начинают ползать обратно в рамки определенной территории, они опять подчиняются правительству, и Байден, например, не дают достаточно кредита за то, что его администрация сейчас сделала, потому что производство возвращается в США и вообще в Америку, возвращается доктрина Монро, Америка для американцев, в том плане, что это Южная и Северная Америка, замкнутые системы, которые в принципе управляются США, конечно, но это опять попадает в концепцию люди, территория, правительство. Пусть это будет правительство США. Поэтому я пытаюсь обобщать, я не хочу влезать в украинские реалии, я просто говорю, что любое государство, государство это обобщенное понятие, оно состоит из людей, территории правительства. Какое правительство люди избирают, исходя из положения, что это демократическое общество, и оно избирает свое правительство, на каких принципах оно избирает, чью волю и чьи интересы представляют парламентарии. Они хотят управлять или править. и поэтому территория людей и правительства, как они взаимодействуют друг с другом, и определяют характер государства. Поэтому, чтобы взять, я уже повторяюсь, по-моему, в пятый раз, поэтому перед тем, как нам построить наше украинское государство, хорошо бы задуматься что такое государство и какой вид взаимоотношения его элементов мы хотим иметь в результате. А ответ на это должны давать уже люди, которые хотят это видеть, которые принимают свои решения и выбирают своих представителей, которые будут так или иначе приводить действия и их желания. И напоследок, самое легкое. Когда люди плохо понимают концепцию государства, они начинают хвататься за внешние проявления, что они ассоциируют с государством. Постоянно разговоры какой-то флаг, какой там герб, какой государственный язык, какая национальная одежда и какие национальные танцы. Потому что это на виду, это легко понять, это легко объяснить, самое последнее. То есть хорошо иметь танцы герб и национальный гимн, но это все последнее. Это уже макияж, который наводят на лицо перед выходом в свет. Для этого нужно как-то организоваться, как-то собраться, как-то вырасти, что-то выстроить, а потом уже выходить в свет. Надеюсь, что я был более-менее понятен, хотя я не уверен. Ну, по ходу вашего изложения у меня возникали мысли. Значит, я сейчас назову. Вот вы говорили, что есть разные государства, даже кочевое, национальное, что нужны границы. Граница, первая, одна из составляющих. Но сегодня есть уже так называемые сетевые государства в интернете, как сообщество людей, метавселенная. То есть люди живут в виртуальных государствах. Как пример, есть такое государство Децентурион, по-моему, как пример. Ну, и другие. Это хороший вопрос. Давайте попробуем с ним разобраться. Это хороший вопрос, потому что возникают виртуальные сообщества, которые как-то кем-то управляются. и конечно, поскольку это виртуальное сообщество, они не имеют конкретной территории на конкретной земле. Тем не менее, они определенные в каких-то определенных рамках, определенных границах. Не физических границах, но где-то эта виртуальная вселенная так или иначе кончается. и возможности всегда, даже виртуальные возможности ограничены хотя бы тем, что человек, сколько ему технологий не давай, в конечном итоге имеет какую-то конечность своих способностей, если не физических, то ментальных прорабатывает какое-то количество информации. И я бы сказал так, что в виртуальном сообществе границей является способность человека работать информации и она ограничена. Так что рано или поздно человек упирается в какую-то границу и уже начинает работать в рамках своих возможностей. Я бы назвал это виртуальные границы. Я не знаю, отвечает это на вопрос или нет? Ну, частично. Ну, вот по ходу, значит, как говорят психологи, что люди хотят собираться в сообщество равных себе. Равных себе. То есть неважно, где в каком-то государстве национальном живешь, тебе хочется жить в обществе таких, как ты. Ну, например, профессора с профессорами, но это я упрощаю. То есть люди ищут себе близких по духу людей, им неважно, это его тоже граждане того же государства, что и он. Важно найти своих людей. Возможно... Да, но это происходит по той простой причине, что раньше тебе не нужно было никого искать. Ты жил в расширенной семье, ты жил в огромном клане, род. Я сказал, что из детского поколения у тебя тысячи людей вокруг, которые к тебе как-то по крови относятся, как ты знаешь. И то же самое видим эти королевские семьи, княжеские семьи. Это все семья. Люриковичи, это все одна семья. Они же между собой это семейное предприятие. И мы видим в деревнях это всегда было. И когда эта семья расширенная разрушается, возникает потребность ее чем-то заменить. Потому что, да, психологическая потребность, которая заложена была в нас, черт знает когда, принадлежать какому-то группу людей, которые к тебе как-то относятся, она стала заменяться профессиональными отношениями. Люди, которые делают, которые чем-то занимаются, хобби, спорт. Поэтому так стали популярны различные виды спорта среди населения. Потому что ты чувствуешь себя предлежащим фанатам какой-то команды, это создает в себе ощущение семьи. Ощущение семьи возникает, потому что у тебя нет своей семьи, которая давала тебе такое ощущение. Более того, привлекательность, например, преступных группировок тоже часто заключается в чувстве единства, в чувстве семьи. Совершенно верно. Я однажды смотрел интервью с двумя американскими полицейскими, которые внедрились в банду байкеров в Калифорнии. Ну, они ее там раскрыли, посадили и так далее. Мне понравилось, что полицейские говорят, мне так это не хватает того времени. Это было такое чувство семьи, такое чувство братства. Хотя я знаю, что они преступники, но мы все как один. И да, но это происходит потому, что семья изменилась, она сузилась, она перестала быть фактором экономики. И в этом людям приходится искать замены. Поэтому, видимо, вот это появление политических, я бы сказал, их культов. Я бы сказал, не только Трамп, я бы сказал, что даже Зеленский с Порошенко тоже немного как бы культы отчасти. Потому, что люди начинают связывать это не не столько, ассоциировать себя с ними не столько, потому, что там у них какие-то политические программы, какие-то экономические программы, а наоборот, они начинают повторять политические программы, потому, что они уже поверили в этого человека. И называются эти люди порохоботы. Или зеленоботы, это всегда, потому, что недавно вышло исследование, которое показалось, что в Америке отношение людей к глобальному потеплению основывается не на каких-то их интересе или каких-то научных данных, которые подтверждают или отвергают, это не важно. Возвращение что-то они относятся к глобальному потеплению так, как относятся их политические предпочтения. Причем, если Трамп сегодня скажет одно, а завтра скажет другое, эти люди легко переключатся и будут повторять, потому, что им важно не что он говорит, в данном случае, хотя это можно относиться к любому политическому лидеру культового типа, а то, что он говорит. сегодня говорит одно, завтра говорит другое, как Путин сегодня говорит одно, завтра другое и в России все говорят, а теперь повторяем это. Не было войны, была специальная операция, садили людей за войну. Теперь Путин говорит, война, теперь война, теперь можно. И поэтому да, это стремление и это не только быть равным, я не сказал равным, люди не очень, кстати, любят равенство, равенство довольно Это довольно искусственный концепт, такая концепция, придуманная, скорее всего, сначала в американскую, потом в французскую революцию. Он никак не отражает ни динамику общества, никак не отражает биологические установки и наши общие звери. Это такая юридическая идея, что все равны перед законом, равенством. И поэтому, например, требуется довольно-таки изощренная юридическая и политическая система, чтобы защищать права индивидуальности. Потому что он постоянно упирается в то, что это ненатурально. Демократия ненатуральна. Права человека ненатуральны. Способ нашей жизни ненатурален. Над ним все время нужно работать. Сегодня мой Андрей Шаповалов поставил в фейсбуке, что демократия всегда имеет цену. Диктатура бесплатна. По-моему, это хорошо сказано. Потому что демократия заставляет тебя работать. Она ненатуральна. Нужно все время в ней разбираться. Все время меняются параметры. А о диктатуре все понятно. Вот начальник вышел, сказал, значит, так оно и есть. Ни о чем думать не надо. Поэтому люди не столько заинтересованы в равенстве с другими, сколько возможностью принадлежать к чему-то. Желательно принадлежать доминирующей группе. Вот. И когда в свое время Иван Франко говорил, почему евреи все время в своей истории примыкают к доминирующей группе, к угнетателям. Но к кому им примыкать? Ты приезжаешь в новое место и кому-то? Сразу к угнетенным чешешь? Нет, конечно. Ты пытаешься найти что-нибудь доминирующее. И зависит от более сильного. Поэтому я бы сказал, что людям не свойственно равенство, но людям свойственно чувство принадлежности к чему-то. И счастлив тот, кто находит человека, которому он может принадлежать в браке, например. И поэтому, если мы возьмемся к государству, что в контексте государства проявительство должно обеспечить людям возможность принадлежать, быть или самим принадлежать чему угодно, без необходимости вступать в конфликт с другой группой. Хорошо. Тогда дальше, дальше, дальше. Вы сказали, что возникает конфликт, если групповой подход, и это же и в США есть, что расовый конфликт США раскалывает общество. Вот я смотрел исследование, что это неизбежное следствие демократии, потому что если партии начинают бороться за голоса избирателей, в процессе политической борьбы неизбежно происходит расслоение, раскалывание общества. То есть это как бы демократии без этого нет. Да, да. Я об этом говорил. Возможно, я не совсем хорошо об этом говорил. Да. Потому что я говорю, что если мы основываем демократию на индивидуальном принципе, то она будет работать по-другому, чем если мы основываем демократию на групповом принципе. Особенно когда, то есть можно сказать, что там были партии, но раньше особенно партии представляли какие-то определенные идеологические концепции. Например, те же США, демократы в свое время настаивали на правах индивидуалов и индивидуальных штатов. В то время как республиканцы в то время настаивали на общем благе, что является целью нашего государства и его управления является общее благо всех индивидуалов вместе. В то время как демократы в то время, в XIX веке, настаивали о том, что местные права никак не сочетаются с правами других мест. Мы все демократы, но каждому свое. Что, кстати, раскололо даже анархистов в Европе, потому что аргумент, что демократические штаты Юга, хотя там они рабовладельцы, но философские, они правы с точки зрения некоторых анархистов, потому что они утверждают индивидуальные права над концепцией доминирующего государства, которое, по идее, через правительство занимается общим благом. То есть как бы с точки зрения этих анархистов отрицает право личности. Что такое общее благо? Какое-то среднестатистическое, правильно? Общее благо никогда всех до конца не удовлетворит. То есть нужно находить какой-то компромисс. И да, поэтому если твоя демократия основана на групповых идентификациях, а не на философских концепциях. Потому что философские концепции можно аргументировать, можно менять, можно находить консенсус. А когда у тебя группы разделены по очень-очень жестко определенным параметрам, вам не о чем договариваться. У США раскололи, здесь, скажем, назовем это условно левое. Я не люблю левое и правое, потому что они давно не левое. Левые популисты и правые популисты. Одни упираются рогом, что это расовая конфронтация, она была всегда неизбежна и требует какого-то радикального решения, непонятно какого. А с другой стороны, они говорят, у нас все хорошо, всегда было хорошо. Ничего делать по этому поводу не нужно. Наоборот, нужно ограничиваться от новейших влияний и держаться за какие-то наши представления о том, что было раньше и как оно должно быть. То есть эти люди никогда не договорятся, потому что в их отношении к вещам, в их концепциях нет возможности изменения. Они знают, что их взгляд идеален. Это как в религии, например. Почему, например, очень сложно иметь дело в исламе? Потому что в отличие от Библии, которая набор историй и сказок, которые буквально стоят для того, чтобы их интерпретировать. То есть Библию можно обсуждать, особенно Ветхий Завет. Коран – это слово Бога, оно правильно и неоспоримо. Ну и как человек, который следует этой религии, как его можно в чем-то другом убить? В хорошем пленке, неважно. Человек знает, что вот тут написано, и оно написано, оно неизменяемо. С евреем-то можно в Сиуде поспорить, или с христианином, потому что у христиан четыре варианта одной и той же истории. То есть нужно интерпретировать. А здесь все написано, и с этим спорить бесполезно. Поэтому, когда люди имеют установку, что они имеют единственный правильный взгляд на жизнь, договариваться они не будут, а они будут упираться рогом, и в демократии они будут забирать людей, которые будут выражать не интересы общества, не интересы избирателей, а интересы той группы, которая их выбрала. И я говорю, я пытаюсь избегать Украины, я не хочу устраивать срача. В США просто удобно показывать, и когда или у нас, когда выбирают этих самых новых прав, новых популистов, они начинают работать не с экономикой, они начинают решать не жилищный кризис, они начинают решать, какие книги детям можно читать в школах. Потому что это не служит обществу никак. Общество заинтересовано в экономике и в жилье, правильно? В решении вопросов с бедностью и здравоохранением. А вот эти люди представляют группу людей, которая заинтересована больше, чтобы ограничить права геев и женщин на абортах. Вот это для них важно. Поэтому одна группа начинает диктовать, использовать государство, инструменты государства, добравшись к правительству, для того, чтобы подавлять другие группы людей. И да, поэтому да, демократия, если она исходит из групповой идентификации, рано или поздно заканчивается в каком-то виде диктатуры. Одной партии. Мы же помним, что и большевики, в принципе, были демократически избраны, и нацисты были демократически избраны. Но поскольку они представляли определенные группы людей, придя к власти, они стали подавлять другие группы людей. Потому что у них же нету каких-то общих точек зрения. Учение Маркса победит, потому что оно верно. Что такое Ленин сказал? Учение Маркса верно. То есть как можно с этим спорить? Оно уже верно изначально, оно истина. И поэтому да, вы правы, что демократия – это очень опасная вещь. Потому что можно избрать таких гавриков, следующее блок моих вопросов. Вы сказали, параллельно идее – люди равны перед законом. Ну, это понятно. Все люди равны. Приходится считаться с волей каждого избирателя. Дальше, что не согласно представительству политических партий. То есть не согласно группам. Если группы по этническим или религиозным, всегда конфликт. Хотят, чтобы Трамп был монарх. Ну, вот вы говорили. Но, по сути, мы видим, что… Вот, пример Украины. В сердцах наших людей лежат групповые интересы. И вот это, значит, групповой этот интерес, это отражает нашу внутреннюю волю, наше мировоззрение. Вот на уровне слов, я вот как пример скажу. Я вот уже дискуссионный клуб более семи лет существует. Уже проведено больше пятисот дискуссий. Я уже много выслушал людей. И я заметил такую особенность, что слова человека не соответствуют тому, чем он есть. То есть он внутри абсолютно другой, нежели слова, которые он говорит. Вот вы говорите там про права, да? Права людей, там, индивидуальные свободы. Вот человек может говорить эти слова, ну, во всяком случае, в Украине. Но на самом деле он… Ну, у нас люди деспотичные. Это сидит… Это такая… Это культурный код наш такой, это сплошной такой деспот и приверженец. Приверженец, вот вы сказали, хотят, чтобы Трамп был монархом. Но тут в Украине есть парохоботы, но их так называют. Вот они фанатичные последователи Порошенко. Просто фанатичные. Вот у Зеленского меньше таких последователей. А вот у Порошенко есть какая-то особенность его личности, что он привлекает вот таких фанатических людей. Потому что он харизматичен. Потому что он соответствует представлениям. И у многих людей о том, как должен выглядеть лидер. Он действительно харизматичен. Надо понимать, что человек, который производит впечатление в одном обществе, может никого не удивить в другом обществе. Мне говорят, как-то в Трампа люди могут так верить. Потому что они американцы. Вы просто смотрите на Трампа со стороны, вы не понимаете, как можно следовать этому человеку. А для американцев Трамп имеет очень много смысла. Он очень хорошо воспринимается очень многими людьми. Это самое. Вот в украинской истории. Моя тема. Махно. Со стороны все смотрели на Махно. Там из России большевики. Украинские лидеры из Киева. Какой-то селюк. Для них он был какой-то селянин, который маленький, некрасивый. С лежащим голосом, с акцентом, каким-то сужиком. А для масс украинских крестьян в этом районе Гуляй-Поля и Катерославской губернии он воспринимался совершенно по-другому. Воспринимался как харизматичный лидер. Его речи там слушались с придыханием и так далее. То есть это зависит от, конечно, изначального восприятия определенной группы людей. И, да, Порошенко харизматичен. И его последователи действительно создают впечатление некоего культа. Но это естественно для людей. Поэтому я же говорю, что мой друг Андрей Шиповалов прав. Демократия требует очень много работы. Она требует институтов. Не формальных институтов. Она требует постоянной проверки, что является основой, ценностью. Я же говорю, что современные проблемы западного мира были заложены в 80-х годах Рейгана и Тэтчер, когда они перешли на идею trickle-down economy, что когда очень богатые зарабатывают очень много денег, то это все как-то самое опустится вниз в волшебный способ. Но как-то оно не особо опустилось. И в результате мы получили социальные и экономические проблемы, которые сейчас приходится решать. Вы же просто рассказали, какое государство нужно было. А я вот привел примеры того, что в сердцах наших людей этого нет. У нас нету субстрата, на котором может родиться свободное государство. Нет. У нас точно такие же люди. А, точно такие же. Причем у нас еще хуже, потому что у нас, например, люди, которые поддерживают, в моем опыте, поддерживают Трампа в США или наших консервативных деятелей. В Канаде как раз не лидеры индустрии, не бизнесмены, а такие пролетарии, работяги, которым очень нравится такая маскулинная риторика. Такие образы. Сейчас я пойду и все наведу. Они же пролетарии не от великого ума. Поэтому они больше на удивление. Я им говорю, вы поддерживаете не людей, которые имеют политику, которая даст вам больше денег, больше работы, больше прав, больше здравоохранения, а люди, которые соответствуют вашему представлению, как мужик должен себя вести. Вот они на это реагируют. И если им сказать у нас, когда Тракеры несколько лет назад приехали, там требовали чуть ли не спестить правительство трудом, многие их поддержали. Я говорю, вы же поддерживаете переворот демократического правительства. Ну, пускай, говорят. То есть, вот те Канады, вот те люди, которые выросли в Канаде, но они не против свергнуть правительство, потому что кто-то приехал на Траке. И это еще раз показывает, что демократия – это не естественная организация общества. Демократия требует постоянной работы. Демократия требует определенных институтов, независимых как от государства, так и от населения. Она требует постоянного переросмысления. Что она такое? Я сейчас уже больше на датюка становлюсь похожим. Переросмысление. То есть, какая-то постоянная работа, она не бесплатна, она дорогая. Но люди везде одинаковые. Поэтому задача, в идеале, я говорю в идеале, задача политических партий современного типа и правительства пытаться поменять это мышление людей. В Украине это легче быть таким сторонником деспотии, потому что особых выборов-то нет. Какие у вас варианты? Вот сейчас Зеленская обвиняет. Нет, варианты никакие. Просто у нас, я к чему веду, что у нас пока, я не вижу субстрата для вот такого свободного государства, которое вы описали. Я вот как пример хочу показать. Вот так. Книга, видно, да? Да, да, через вогонь над водой. Через вогонь над водой. Это, значит, Мария Креховец. Украинской мовы написано, книга про коллективизацию, про Другу світовую війну. И вот коллективизация, значит, фрагмент. Особливо до атеизму прагнули молоді активисти. Хлопцы задягалися в шкиряні жакети и чоботи и шли между людьми. Девчата задягалися в короткие спиднички, чоботи, а на голове червона шапочка. У себя вдома они выкидали из хати икони и палили на подверье. И далее написано, как они разрушали церковь, как они дзвона из церкви, значит, скидали, как они издевались над батюшкой, там, как они у людей отбирали, значит, зерно там и все прочее. То есть тут описано, как вот эти молодые комсовольцы. Я когда прочитал эту книгу, тут много сказано о активистах. Вот наши сегодняшние активисты, это те же активисты, которые отбирали зерно. И эти наши сегодняшние активисты, те, которые на западных грантах воспитаны, вот эти фонды Сороса там и все прочее, вот это, значит, грантоедское кубло, понимаете, грантоедское кубло. Это те, которые продвигают демократию, на самом деле они не демократы, это вот эти, вот. Это те, которые раньше зерно отбирали, а сейчас они занимаются вот этим делом. поскольку я плохо разбираюсь в этих группах, которые вы говорите, я не могу комментировать. Я просто скажу, что опять-таки, как вы говорили, демократия это способ представительства. Правильно? Вопрос другой, представительство кого? Кто выбирает... Вы же сказали, вы же сказали, это представители групп. Это представители различных групп. Если это представители групп, то понятно, что они будут... они принадлежат этим группам каким-то причинам. И понятно, что они будут выражать так или иначе интересы этих групп. В то время, поэтому я же говорю, что пропорциональное представительство очень опасное, в то время как в висминической системе человека выбирают от места, хотя многие канадцы отравленные американским телевидением плохо понимают. Они думают, что это как... Хотя в Америке тоже самое. Они говорят, что больше людей проголосовало за консерваторов, чем либералов, а либералы... Они постоянно объясняют, что у нас не общее голосование, у нас выбирают на местах. У нас не считаются общие голоса, у нас выбирают представители на местах. Эти люди представляют вашу общину. Вы их выбираете людей, чтобы представлять вас, не партию. Они принадлежат партии, но они представляют вас. Вы их выбираете. Понятно, что вы, возможно, голосовали за другого, но человек, который отправляется в парламент, по идее, по крайней мере формально, представляет вас и должен следовать вашим интересам. И активисты есть везде, но, опять-таки, есть активисты, которые представляют интересы определенной группы. Особенно группы, которые доминируют во время коллективизации. Понятно, что помимо того, что это уже было фактически второе поколение после революции, и на них уже сработало образование, пропаганда и так далее, у них была другая состояние. Во-вторых, они приклеивались к доминирующей группе, то есть это давало им возможность карьеры и так далее. А есть активисты, которые, например, хороший пример активистов США, которые организовывали регистрацию избирателей на юге США. То есть они хотели не исключить кого-то, а включить как можно больше людей. То есть активисты бывают разные. Что пытаются активисты достичь? Пропихнуть повестку определенной группы или включить как можно больше людей разных взглядов в разных направлениях в общий процесс? Потому что когда люди участвуют в общем процессе, по общим правилам, тогда возникает более-менее стабильная демократия. Потому что мы знаем, что сегодня выиграл один, завтра выиграл другой. Но мы все участвуем в этом процессе. И, например, по идее, задача, например, в канадской системе, в вестмирской системе, оппозиция – это часть правительства. То есть оппозиция представляет взгляды других людей, и она тем самым участвует в правительстве. Она предлагает законы, она может… То есть ее задача не тупо говорить, а мы против, мы против, а что делают сейчас республиканцы? Они тупо говорят, мы против, что Байден не говорит. Мы против помощи Украины, пока не будет решено это самое, вопрос с границы с Мексикой. Хорошо, говорит Байден, давайте ваш законопроект по границе с Мексикой. Дали законопроект, демократия говорит, хорошо, давайте за него голосовать. Республиканцы говорят, не-не-не-не, не надо за него голосовать. Мы не хотим, чтобы за него голосовать. И такой цикл. То есть эти люди перестают представлять интересы избирателей, перестают представлять интересы страны, они начинают представлять интересы своей партии, своей группы. И это все идет в ущерб остальным. Поэтому важно знать, чем занимается группа. Кто бы ее не финансировал, какие ее декларируемые цели ни были. Они продвигают интересы определенной группы или они работают в интересах всех, чтобы включить всех в процесс. И всегда, конечно, учитывая централизованность украинского правительства, государства, что всегда есть соблазн захватить власть и перенаправить потоки на себя. Ну то, что мы и видим. То, что мы и видим, да. И ошибка, например, с моей точки зрения Зеленского, что его избирали, как я понял, я могу ошибаться, я не великий знаток украинской политики. Его избирали как правительственную фигуру, которая как бы сможет определить разделенную нацию и как-то сгладить эти самые вопросы языка, национальности и так далее. Но оказалось, что он не захотел или не смог, или у вас такая система, что это практически невозможно. То есть, насколько я понимаю, что даже война с одной стороны привела к консолидации общества, а с другой стороны усилила разделение общества тоже. Это создаёт очень нестабильную внутреннюю ситуацию, которая не может быть разрешена в Украине, особенно в Украине, которая не является монолитной, монорелигиозной, моноэтнической страной. Она всегда будет приводить к конфликтам в условиях доплатного парламента и президента, она всегда будет приводить к маятнику, будет к Порошенко, потом будут к Януковичу, и это будет продолжаться вечно, и страна будет лихорадить, и будет всегда возникать у России искушение вторгнуться и что-нибудь ухватить. Вот, поэтому в Украине стоит в очередной раз взглянуть и подумать, так ли организовано наше государство, оно организовано на индивидуальности или оно организовано на групповой идентификации со всеми вытекающими последствиями. Значит, ещё вы сказали, мы не должны судить человека как члена группы, но, например, в Украине групповая ответственность, пример, это церковь, когда принадлежность к определённой церкви идёт к тому, что запрещают всю конфессию. Язык тоже, тоже как пример. То есть в Украине групповые интересы. И да и нет. То есть если мы говорим о Московском патриархате, ну если патриархатская организация оказывается, я не знаю, я условно говорю, если мы говорим, что определённая церковь является пособником и представителем иностранной державы, допустим, если это правда, то это, конечно, создаёт вопрос, потому что в этом случае человек не просто принадлежит какой-то конфессии, это его личный выбор, а он принадлежит какой-то организации, которая более чем религиозная конфессия, а скорее агент влияния. То есть тут нужно смотреть на детали, потому что в этом случае подобная религиозная организация будет скорее лоббистом интересов, иностранных интересов, чем просто религия, которая подпадает под идею свободы вероисповедания, свободы совести. То есть это более сложный вопрос. Язык, да, язык, да, украинский, и в этом плане я всегда говорил, что люди опять-таки пытаются использовать язык как средство доминации, превалирования одной группы над другой. Мы говорим, украинский язык – это язык, государственный язык. Это значит, что это язык государственный, в этом языке говорит правительство. Это то, что значит юридически. Все остальное уже зависит от общин, от индивидуальности и так далее. Потому что если государство начинает диктовать человеку на каком языке говорить, почему оно не может диктовать, что ему думать, как ему одеваться, во что ему верить. Ну так уже диктуют, в Украине уже диктуют, уже думают, Телеграм запретить. И то, давайте все запретим и будем только слушать каких-то… Телеграм – это российская компания, так что, возможно, там есть эти причины. Опять-таки вопрос, на основании чего запрещать что-то, если это является способом сбора информации и так далее. Например, в Китае тикток запрещен, вы знаете, китайская программа тикток запрещен в Китае. В Китае существует внутренний такой тип тиктока, он не тикток… Ну, понимаете, Китай – это же не пример для того, чтобы подражать. Например, запретили тикток и у нас в США на государственных электронных, на государственных лаптопах, компьютерах и телефонах. Запретили, потому что он может и не является способом сбора информации. То же самое и Телеграм. То есть, не знаю, исходя из чего. Если Телеграм запретили, потому что там говорят на русском языке, это одно. Если Телеграм запрещают, потому что это способ информации для ФСБ, условно говоря, это другое. Потому что сам по себе запрет всегда плох. Но некоторые вещи приходится запрещать. Поэтому у нас, например, существуют знаки дорожного движения. Цензура нужна, да? Цензура нужна. Цензура, определенная цензура нужна. Но опять-таки, цензура чего и как. Потому что мы забываем одну интересную вещь. Что в более авторитарных обществах цензура отвечает за все, что выходит в дискурс, что является публичным расстоянием. В то время как там, где цензура меньше, например, США, вступает в игру другое дело. Тебя могут судить. То есть, цензура деньгами происходит. Да, мы, кстати, говорили это в прежней дискуссии. Да, что люди возвращаются в Фейсбук, там меня запрещают. Фейсбук имеет политику, потому что, знаешь, его могут судить за какие-то дела и выиграть. Потому что жюри присяжных всегда будет против Фейсбука. Давайте я последний вопрос вам поставлю, последний. А вы очень коротко ответите, потому что у нас уже полтора часа от нашей беседы. Да, это мое короткое. Да, вот вы сказали, как нам построить наше украинское государство. Вы сказали, как нам, кто такие мы, нам. Ну, я сразу скажу, например, мое мнение, вопрос идет о элите. Эта элита должна этим заниматься, а не весь народ. Потому что весь народ, конкретно украинский, он в подчиненном положении находится, где-то там на коленях стоит. Это хоть и рассказывают нам сказки о свободе, о вольном народе, ничего подобного. Стоит народ, присмыкается пред власть имущими, кланяется, руки целует и ждет, когда милость упадет в руки. Нет никакой свободы, никакого этого всего красивого, то, что слова говорят. Этого нету на практике, нету. Как нам построить наше украинское государство? Что вы скажете? Кто такие мы, нам? Скажем так, большинство людей не может заниматься устройством государства. И как я сказал, что государство – это сочетание людей, территории и правительства. И кто-то как-то, каким-то образом предлагает концепцию и говорит, вот наше сочетание этих элементов будет построено на таком-таком-то принципе. Мы ставим во главу угла индивидуальность, мы ставим во главу угла отечественную принадлежность, мы ставим во главу угла классовую принадлежность, мы ставим во главу угла религиозную принадлежность. Не важно. То есть кто-то это дело предлагает. И тогда уже это оформляется более-менее в какие-то законодательные акты или конституцию. Все это выносится на референдум. И люди, по идее, решают, хотят ли они такого подхода или нет. Смогут ли люди это решить? Черт его знает. Это зависит от того, как эти вещи преподносятся. Так что да, это зависит от того, что вы называете элита. Я бы назвал это более политически активными организациями. Да, понятно, что слесарь не будет и не должен заниматься вопросами организации общества. У него нет знаний, времени и так далее. Так что да, будем использовать ваши термины. Элиты должны предложить концепцию, обосновать ее, оформить в какие-то предположительно законодательные или конституционные акты и вынести это на обсуждение и на основе этого выстраивать остальное. Пока что в Украине пытаются как-то перестроить сохранившиеся еще от Советского Союза структуры и институты. И это довольно трудно сделать, не понимая сути отношений в государстве. Поэтому мы можем взять западную систему институтов, но если они не наполнены содержанием такой, как в Западе, не наполнены концепцией индивидуальных свобод, то независимый суд, как мы видим в Украине, будет решать не с точки зрения индивидуальных каких-то прав, а с точки зрения интересов прав какой-то группы. Что немного отличается от западной концепции. Я выделил из того, что вы сказали, кто-то предлагает концепцию и ее внедряют. То есть люди предлагают концепцию, она обговаривается и ее внедряют. Я просто предлагаю закончить, потому что у нас уже время. Я знаю, что это немного размыто, но это довольно размытое тема. Я пытался ее очень упростить, чтобы люди могли понять, я не знаю, смог ли я или нет. Во всяком случае, мне все понятно. Вы рассказали о том, какое государство предпочтительнее, какие они бывают и какое государство более прогрессивное. Чтобы люди жили в нем как можно лучше, а не страдали. Я бы не сказал прогрессивное, потому что это подразумевает что-то хуже, что-то лучше. Просто оно имеет меньше предпосылок к внутренним конфликтам. Потому что если Илон Маск и я имеем одинаковые права и возможности по отношению к закону, то это создает совершенно другую динамику в обществе, чем где Илон Маск может делать все, что ему взбредется, и включая преступление, ему за это не будет, а меня будут долбать за то, что я делал не тот цвет пиджака. Ну, это я же как бы итоговую. Вы рассказали о том, какие государства есть, какое государство предпочтительнее. Потом мы поговорили о том, что есть в Украине, какие недостатки, что мешает прийти к такому идеальному государству, и кто может это все изменить в Украине и каким образом. Ну, это если очень кратко. Да, да. Спасибо за рассказ этот, за лекцию о государстве. Уважаемый Дмитрий, тогда на этом мы прощаемся. Хорошо. Счастливо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!